Вы спросите, что заставило вас пропустить международную покатушку на маноколясо? Сейчас расскажу. Короче, эта мысль зрела давно, но как-то все не возревало до конца. Ольга работает, а я пока дурака гоняю. Ну, хоть и гоняю, постоянно находятся какие-то дела. Куда-то докатить, что-то посмотреть, найти и тому подобное. Короче, ничего в текущем раскладе менять не хотелось. Но каким-то образом наступило лето, которое подогрело центр принятия решений. И мы решились поменять наше спокойное проживание в Варшаве. Вот и сейчас сидим в автомобиле у своего товарища, который любезно согласился помочь нам с логистикой. И едем не пойми куда. Несмотря на то, что в Польше отлично организован общественный транспорт, есть удобные связи, пересадки и нормальный доезд до всяких интересных мест, нам пришлось искать именно автомобиль. Хоть и находилось нужное нам место в относительной близости с Варшавой, ну, не более 150 километров. Поиски удобного транспорта для туда-обратно окончились полным крахом. Поездом доехать можно, но поезд уходит в неудобное время. Есть как минимум одна пересадка, причем с продолжительным временем ожидания. В итоге поездом этим несчастным 150 километров выливались в 3-4 часа времени. Хреново. Автобус. Автобус ходит только полсад. Идет недолго, но обратный автобус отправляется только через 4 часа, и причем в очень неудобное время. О фликсбасе в тех местах слыхом не слухивали. И фликсбас тоже самое. О тех местах тоже не слыхал. Короче, куда несуешься, полное говно получается. Ну, так или иначе, нафиг эту перегретую Варшаву, едем в деревню. За окошком ухоженные поля, чистенькие домики и аккуратные сады. Возле дома стоят хорошие автомобили. Это деревня. Куда ни поездом, ни автобусом нормально не доехать. В мозгах при этом неприятной отрыжкой мелькают воспоминания о российских деревнях. А потом вдогонку успокоительный факт, что мы уже не там, и воспоминания эти только там и останутся. Ну, да ладно, к деревню так к деревню. И вот, когда я почти убедил вас в том, что мы собрались переезжать, поговорим о цели конкретной поездки. Вы ведь скажете, типа, а зачем уезжаете в такой зажопе? Есть ведь деревни ближе к городам, где есть нормальная транспортная доступность. Есть. Но, чтобы пояснить свой выбор, вот несколько фоток. Какую вы выберете? Вот и мы выбрали ту, где с особо хитрющим выражением сидит щенок с уже имеющейся кличкой Демон, которая также вписана в его родословную. А вот она и причина того, что мы пропустили моноколесную покатушку. Берем себе зубастую личинку французского бульдожки. Вот и причина того, что, возвращаясь с малышом домой, расписание транспорта в такую жару было нами категорически отвергнуто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нам очень повезло. Ему абсолютно фиолетово было на перемещении в машине. То дремал в коробке под карманным вентилятором, то сидел на руках, интересуясь тем, что пролетал за окном. За всю поездку не пожаловался и не проявлял ни удовольствия ни разу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По приезду домой мелкий демон с хозяйским видом засунул свой курносый нос в любую маломальскую щель и удовлетворившись новыми владениями сделал большую лужу прямо посередине. К его приезду мы основательно подготовились и в наличии имелись все необходимые пеленки, лежанка и игрушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Димагон, справив мелкой мужиков, завалил спать на новую подстилку из баллистического нейлона. Насмотревшись видео, об этой породе, где в каждом говорилось, что у каждой особи мелкого бульдожки встроено паль несколько энерджайзеров, Мы порадовались тому, что нам достался самый спокойный из них. Так как по приезду в деревню мы его даже сначала и не увидели. Неси сюда, неси, неси мне. Ой, молодец, Диомик. Ой, молодец. Ой, молодец. Однако, на следующий день проспавшись после своей первой длительной поездки в автомобиле и еще больше повыкнувшись на территории, он недвусмысленно дал нам понять, что с кромнягой и тихушником при выборе этой личинки он только притворялся. Да, у него внутри оказалась целая чертова дюжина очень мощных батареек. Он целиком и полностью оправдал свое имя. Отдай обезьянку. Отдай обезьянку. Отдай обезьянку. Отдай обезьянку. О-о-о. Отдай обезьянку. Отдай. Что не боится? Отдай обезьянку. 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 Но к его чести можно сказать, что ночью он спит. И ни разу за все время нахождения у нас наш сон не потревожил. Один раз я проснулся раньше будильника и был свидетелем того, что мелкий демон тихо лежит у себя в кроватке и с увлечением грызет свою игрушку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Ботинки и мебель он сначала попытался грызть, но мы быстренько дали ему понять, что этого делать не стоит, ну и он на них претендовать перестал. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Гулять пока с ним еще нельзя, на этой неделе делаем последнюю прививку, затем 10-15 дней карантина и вот уже после нее держись улица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Засим заканчиваю свой короткий рассказ. В следующем ролике я покажу, как мы покатались на моноколесах в горах. И до встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА